Единство между народами и внутри церкви. К этому сегодня призвал президент, посещая рождественское богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Место, где стоит храм в историческом центре Минска из древней принадлежало православной церкви. Собор, кажется, никогда не пустует и вовсе нет свободных мест на рождественской службе. Участие в ней приняли митрополит Минский Заславский Павел, представитель Белорусской православной церкви и глава государства. Лидеры, духовный и светский, поздравили прихожан и подвели итоги ушедшего года. Президент подчеркнул, что рождественские дни дают повод задуматься о вечных ценностях. Именно церковь государство рассматривает как опору и объединяющую силу. Для нас очень важно сейчас в этот мир, мир неразберихи, как только что сказал Владыка, где человеку порой очень сложно сориентироваться, понять процессы, которые происходят вокруг этого человека, вокруг нас. Очень важно пастырское слово. И наша церковь, опять же не побоюсь это без лишней скромности заявить, это самая ответственная церковь в мире, самая честная, самая искренняя. Какой наш народ, такая будет и церковь, точно так же и власть. Это надо всегда помнить. И вы очень правильно сказали, год был непростой, но будущий год, как и прошлый, будет зависеть только от нас. Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных, дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы никогда не пойдем этим путем. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы. Но вы должны понимать, как вы, каждый в отдельности, так и я, возглавляя государство белорусское, никогда не позволю бросать камни в наш огород и в нашу сторону. У нас есть государство, суверенное, независимое. Нравится это кому-то, не нравится. И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира. Поэтому моя главная задача – беречь этот клочок земли, на котором мы живем, защищать ту государственность, которая у нас сегодня есть. И я очень рад, что нога в ногу, рядом со мной, со всем народом идет наша церковь. Да, есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще чего-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места. Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения тех вопросов, которых сегодня не существует. Нам абсолютно не мешает сегодня то, что мы с братскими народами – россиянами, украинцами, другими народами, народностями, которые проживают в наших государствах в лоне православия, находимся вместе. Митрополит Павел и Александр Лукашенко обменялись подарками, иконами, а после по традиции зажгли свечи у Минской иконы Божией Матери. Это знаковый для Кафедрального собора образ, считают чудо-классным.